пока елка сохнет уже было уходящего будущего приходящего года как-то не звучит просто только что и здесь были кусачки будь здоров а не сработало шапкой там все нормально зацепилась привет друзья как вы догадались по надписи на моей груди сегодня у нас с вами новогодняя передача я вас всех поздравляю с наступающим новым годом новый год это чудесное время когда вся семья соберется за одним столом вместе для того чтобы сказать те самые заветные слова и стать еще ближе друг другу а для того чтобы наш дом дарил нам уют и радовал глаз я приготовил изделие которое многие из вас наверняка пытались сделать сами но мы сегодня сделаем его немножечко по-другому с вами я ведущий рубрики вархаки алексей и сегодня мы с вами будем делать новогоднюю елку для изготовления мне понадобится xps карбон от компании техно николь фанера толщиной 12 миллиметров светодиодная лента краска и клей из инструментов мне потребуется рулетка карандаш или маркер нож электролобзик и шлифовальная машина первым делом мы изготовим елку дома на листе бумаги я распечатал вот такой вот эскиз елки и теперь нам его нужно перенести на лист xps нам необходимо расчертить лист бумаги на квадратике я на маленьком листочке уже сделал это дома и сейчас мы расчертим этот квадрат но с размеры квадратиков будут в три раза больше чем здесь на этом листе у меня квадратики 2 на 2 сантиметра а на листе xps мы сделаем 6 на 6 итак я беру в линейку маркер и начинаю размещать и теперь для того чтобы перенести рисунок с маленького листика на большую деталь нам необходимо выбрать клетку посмотреть какая часть рисунка находится в этой клетке и нарисовать ее в большой клетке рисунок елочки я перенес и можно приступать к вырезанию каркас елки я вырезал теперь для украшения елки я хочу вырезать несколько звездочек на самой елке итак на нашей елке появились импровизированные игрушки но какая же елка без гирлянды и моем случае роль гирлянды будет выполнять светодиодная лента которую я планирую вклеить вот в этот полукруг для того чтобы вклеить ленту мне необходимо сделать здесь паз под нее для этого мы посмотрим на ленту замерим ее размер и вырежем пас ширина ленты один сантиметр итак пас под светодиодную ленту я изготовил и теперь прежде чем вклеивать ленту необходимо покрасить нашу елочку чем я сейчас и займусь и пока наша елка сохнет я изготовлю коробочку в которую я спрячу трансформатор от светодиодной ленты для этого я возьму лист xps и вырежу из него детали для нашей коробочки и теперь мне из них нужно склеить коробочку для чего я воспользуюсь двухкомпонентным клеем итак коробочку я склеил и осталось ее покрасить для этого я возьму белую краску и покрашу как будто бы это сугроб в котором будет стоять наша елка а сейчас я займусь изготовлением опоры для нашей елки ее я изготовлю из фанеры толщиной 12 миллиметров я нарисовал примерную форму нашей опоры это будут цифры 2021 символ будущего года и сейчас займусь ее выпиливанием итак основание для елки я вырезал осталось теперь немножко пошлифовать и покрасить я пошлифовал наши цифры 2021 и теперь я решил их покрасить но красить я решил только цифры 21 а цифра 20 я оставлю со структуры дерева и покрою просто маслом для этого я с помощью малярного скотча обклею ту зону которую мне нужно будет покрасить и покрашу ее из баллончика а пока сохнет основание от елки я займусь светодиодной лентой приклею ее вырезанный мною ранее паз цифры 21 у нас подсохли и сейчас я возьму мебельный лак и покрою всю поверхность нам необходимо склеить основание коробочки с нашей елкой кстати изначально коробочку я планировал сделать в виде сугроба для этого я возьму белую краску и покрашу как будто бы это сугроб но потом потеплело снег растаял я решил что красный цвет ей подойдет больше и кстати можно украсить нашу елочку меня есть вот такой вот прекрасный шар который я повешу в этом месте для этого мне осталось сделать только крепление для шара который я изготовлю из проволоки итак наша елка готова осталось ей только украсить каждый может украшать ее по-своему но я сделаю это с помощью мишуры ну вот наша новогодняя елка и готова от всей души хочу поздравить наших подписчиков которые продолжают создавать и творить вместе со мной этот год был особенным и для многих он стал испытанием но мы справились пусть этот год быкам принесет вам радость встреч и тепло улыбок пусть ожидания оправдаются а мечты сбудутся с новым годом друзья в конкурсе по розыгрышу качелей победил константин катышев спасибо большое каналу лига мастерства за такой прекрасный подарок ребенок будет качаться радоваться жизнь как мы в детстве поздравляем нашего победителя